здравствуйте меня зовут федор васильев встречаю вас в 12 уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я так и продолжаем работу в этом уроке мы с вами быстренько разберем вот этот модуль с кнопочками здесь уже в принципе по аналогии вы уже можете догадаться как это здесь устроено быстренько пробежимся и также в этом же уроке мы охватим вот этот нижний красный блок значит данный блок вы можете пройти в свои демо данные данный блок модуль находится в позиции вы сейчас видите я выделил вот в этой позиции это у нас html код здесь мы видим 4 колонки то есть кнопочки так ровненько у нас встали только за счет того что здесь в коде у нас уже для вас знакомый класс я вам предлагаю из дополнительных материалов текстовый документ называется код кнопки значит вы его же самое добавить если кнопку нужно еще также вы должны уже понимать что например смотрите вот так вот идет еще одна кнопка и что вы здесь может сменить значит где решетка вы ставите ссылку и где написано класс фафа android вот так между кавычками я сейчас выделил это иконочка то есть вы подбираете как какую вам нужно ссылку для первой кнопки вставляете вместо решетки и потом подбирайте нужную иконочку то есть смотрите вы видите здесь логотип андроида да то есть это у нас первая кнопка идет вот она вот тогда и знаешь смотрите вот эта кнопка 2 вот эта кнопка 3 и кнопка 4 в общем копируйте данный код из представленного мной документа переходим в наш рабочий сайт заходим менеджер модулей и создаем обычный html модуль нажимаем на кнопку вставить код и просто вставляем наш код пока как есть в демо данные пройдем посмотрим какие здесь есть у нас еще настройки значит позиция экстра поз 5 переходим в наш сайт как правило такие позиции здесь в списке вы не найдете скорее всего поэтому в демо можете закрыть модуль если вам лень писать можете просто вот так здесь скопировать название данного модуля заходим в наш рабочий сайт мы с вами это уже делали вы должны уметь это делать так у рабочего сайта пишите какой-то заголовок дальше идем на нашем рабочем сайте указывайте на каких страницах отображать данный модуль у меня главное как и в демо так дополнительные параметры переходим в демо данные дополнительные параметры берем суффикс класса и в рабочем сайте вставляем также в демо данных под заголовок можете какой-то свой и у него стиль модуля 3 переходим на эту вкладку в рабочем сайте под заголовок вписываете и стиль 3 и так нажимаем на кнопку сохранить идем на сайт и обновляем страницу у нас получается вот такой вот блок такой же практически как и в демо здесь только есть еще текст и какая-то ссылка значит как менять иконки вы знаете это вот так вот между кавычек и соответственно скачать продукт вот этот текст который вы видите на каждой кнопке он с легкостью меняется да здесь уже все понятно здесь и здесь и и здесь с этим блоком все давайте рассмотрим вот этот блок смотрите в демо данных здесь находятся два модуля вот этот заголовок с этим текстом это один модуль вот этот телефон с текстом потом идет иконка письма и форма отправки имела и вот это вот тоже текст это уже еще три модуля также сейчас я предложу код вам взять с дополнительных материалов смотрите на своем демо я включил отображение позиции модулей здесь видно хорошо блок связаться с нами это просто блок для заголовка html он в extra post 6 позиции вот здесь вы видите и ниже у нас есть позиция 21 юзер 22 23 один и тот же код абсолютно практически только с размещен в этих вот трех модулях только разный текст и разные три иконочки также jumla режет код я поэтому специально подготовил отдельный документ и еще я хочу сказать о этой форме я также проигнорировал некую форму все на английском языке так как у меня есть замечательная форма отправки мейла который мы с вами уже проходили мы ее с вами разместили выше вот эту форму я считаю достаточно не нужно нагромождать всякими формами эта форма на порядок выше лучше поэтому я не стал даже рассматривать что это вот за форма я просто разместил вот так вот email и так значит вот этот верхний html модуль где имеется только сепаратор и заголовок и подзаголовок и иконочка телефона вы это уже делаете без меня это вы уже должны хорошо делать а вы проходите в дополнительные материалы находите тексты документ связаться с нами и здесь есть не такой небольшой текст вот это вы уже знаете то есть здесь у нас идет иконочка мы сейчас попробуем с вами ее сменить здесь будет у вас заголовок а здесь будет информация например телефоны или какой-то еще текст итак переходим в рабочий сайт менеджер модулей нам нужно создать по сути четыре модуля первый модуль это заголовок который вы сделаете без меня и еще три html модуля в позиции юзер 21 22 23 давайте создать html код как-то его можете назвать у этих модулей у нас по плану как в демо скрытые заголовки здесь мы выбираем юзер 21 состояние опубликовано также делаем привязку и нам обязательно нужно здесь взять суффикс ss класс модуля если вы хотите чтобы у вас вот так вот иконочки и все вот так отображалась для этого вы можете пройти в демо данные дополнительные параметры и взять вот такой вот суффикс ss класса и вставить у себя обратите внимание что здесь вот в этой вкладке модуль style у нас стоит по умолчанию дефолт я беру значит данный код на нашем рабочем сайте как обычно нажимаем вставить код ставить давайте оставим пока как есть и посмотрим что у нас получается нажимаем сохранить обновляем сайт и пожалуйста у нас нормально отображается иконочка телефоны и так далее то есть менять иконку как показывает смысл нет вы это уже должны знать давайте еще раз попробуем я выбрал сердца берем название иконки и меняем вот так вот это icon слово мы оставляем сохранить и давайте посмотрим обновляю страницу вот пожалуйста у нас место телефона сердца в принципе этот модуль уже готов мы нажимаем сохранить копию потому что здесь практически у нас все одинаково кроме позиции следующий юзер идет 22 и я сейчас подгляжу свое демо заглянув позицию 22 и здесь у нас в принципе все то же самое только место в заголовках аж 4 у нас стоит словом mail а потом видите идет вот такой вот код поле email принципе все то же самое я просто копирую данный код и заменяю на этот нажимаем наш сохранить и сохранить копию у нас их 3 здесь значит и юзер юзер 23 опубликовано иду в демо данные выхожу из модуля и выбираю юзер 23 карта и здесь в принципе вот все то же самое видите разные только заголовки здесь я даже не стал переводить вы сможете этот код с отключенным редактором взять в своих демо данных просто меняю его здесь как у меня нажимаем сохранить и давайте обновимся и посмотрим и вот пожалуйста у нас в принципе все получилось я только не не стал ставить заголовок вы должны уже уметь это делать самостоятельно на этом уроке все и увидимся в следующем